Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Вылынец. Я приглашаю всех вас, дорогие друзья, присоединиться к прямому эфиру на телеканале Беларусь4. Как обычно, по пятницам мы строим планы на выходные дни и рассказываем о культурных проектах Гомельщины на ближайшие дни и недели. Главная тема в конце декабря – это, конечно же, Новый год, у детей елки, у взрослых праздничные хлопоты. И вот чтобы не забывать о новогоднем настроении, сегодня в прямом эфире я помогу вам, дорогие друзья, сориентироваться в многообразии культурных предновогодних проектов. Ну, например, вот в Гомельском театре «Кукол» уже начались новогодние утренники, хороводы, игры, конкурсы, дискотека и новогодние селфи предлагают юным гомельчанам артисты театра «Кукол» на проекте «Веселые матрешки» против бабы-ежки. И приглашают детей и родителей каждый день до 30 декабря и со 2 по 7 января на новогодний спектакль «Планета полная чудес». Еще один интересный проект, о котором не могу не сказать, это Гомельский областной драматический театр, который на этой неделе уже стартовал праздничной новогодней премьерой. Труппа театра приготовила детский музыкальный спектакль «Нереальная сказка» или «Новый год в лайклавии» по пьесе Андрея Шедловского. Новогодние чудеса будут ожидать юных театралов еще до начала спектакля. Кстати, в фойе театра в эти праздничные дни превратится в волшебный детский городок. Очень интересно, дорогие друзья, как вы готовитесь к Новому году, как планируете провести эти предпраздничные выходные дни. Звоните в студию 34 22 43, пишите также в Вайбере. Ну а пока узнаем о новогодних планах, не побоюсь этого слова, у главного киномана Гомельщини. У нас в гостях человек, который показывает нам новинки кино. Ну и, конечно же, один из тех, кто определяет, что будет смотреть Гомельский зритель на больших экранах. Это директор предприятия «Кинотавр» Николай Старостенко. Добрый вечер, Николай Петрович. Ну как ваше настроение перед выходными? Замечательно, потому что очень хорошая погода, хорошее настроение. Перед Новый год, да. Ожидание новогоднего чуда, хороших встреч, хорошее настроение. Поэтому у меня замечательное настроение в данный момент. Ну что ж, я думаю, что чай, который в нашей студии находится, подкрепит это замечательное настроение. Угощайтесь. Скажите, пожалуйста, вы уже успели побывать на новогодней елке, на главной елке, на площади в Гомеле? Конечно, конечно. Ну, впечатлились. Я хочу сказать, что как никогда, как никакие времена, она просто шикарная. И я взял такое за правило, что в 7.30 утра каждый день я подъезжаю к этой елке, смотрю, настолько креативно, настолько замечательно. Те люди, которые занимались этим, они так сделали, и я вижу, что не только мне, но и нашим многим людям приходят с детьми, сами, и смотрят, и получают, я вижу это просто, радость на лицах от того, что у нас есть в нашем Гомеле. Очень красиво, замечательно. Спасибо тем, кто это придумал и кто это устроил для нас. Я слышала, что в кинотеатре Калинина не менее чудесная красота к Новому году уже появилась. Конечно, мы уже готовились и сделали замечательную тоже елку, установили в большом фойе кинотеатра имени Калинина. И ежедневно, вот завтрашнего дня у нас будет новогоднее представление. К нам вот, к слову сказать, приезжают завтра в 10 утра дети, школьники из Брагинского и Хойницких районов. И мы будем их встречать, будет Дед Мороз, Снегурочка, будут артисты цирка, подарки и просто... И фильм же какой-то, наверное, да? Замечательный фильм «Холодное сердце», на которых, кстати, могу сказать, нет билетов у нас. Вот это да! Поэтому приходите, если успеете. Ну что ж, спасибо. Дорогие друзья, ну и сегодня мы не только будем разговаривать о киноновинках, будет очень много сюрпризов и, конечно же, будет много интересных анонсов. Ну, например, не могу не сказать, что завтра в Светлогорске на Центральной площади в 12.00 стартует парад Дедов Морозов. А в воскресенье всей семьей можно отправиться в Светлогорский центр культуры на театрализованное представление «Чудеса у новогодней елки». Представление, кстати, начинается в 11.00 и 13.00. Вот интересно, как, Николай Петрович, вы готовитесь к главному празднику года? Вот есть какие-то у вас новогодние традиции? Расскажите. У нас есть такая традиция, что вот в канун Нового года для наших зрителей, и я знаю, что они ждут это, мы даем возможность посмотреть новые замечательные кинопроекты. И вот с 26 декабря на экраны выходит комедия. Я думаю, она настолько шикарна. Какая комедия, расскажите. Холоп. А, ну они, да, нашумевшие уже ждут ее все. Там очень знакомые всем актеры. Иван Ахлобыстин, Александр Самойленко, так. Но я сейчас секрет не буду рассказать этого фильма, так. Вы приходите, и вы получите, я уверен, очень хорошее впечатление. А какой кинотеатр начинает 26 числа? Это начинает кинотеатр Калинина. И он будет демонстрироваться в малом зале, который в этом году мы открыли для наших гостей, для наших гамильчан. Ну вообще, удивлять под Новый год, это, конечно же, хорошая традиция. А если говорить о семейных традициях, как принято в вашей семье готовиться к Новому году? Бегать, собирать подарки, писать письма Деду Морозу, наряжать елку? Да, есть и такое. Все, уже елку дома тоже поставили? Конечно. У меня дома очень красивая, такая красивая елочка, что две кошки их очень-очень любят. И как вы, ну, как вы кошкам позволяете на елку забираться? Ну, она так, мы так закрепили, так, что даже если они прыгают на эту елочку, елочка стоит. Ну, хитрец. Скажите, а какие вот подарки предпочитаете дарить на Новый год? Все-таки, ну, вот, допустим, практичные или какие-то там сладости, символические какие-то чисто? Я люблю дарить парфюм хороший. Так, это все вот ответ... То есть я поняла, мы говорим сейчас про подарки женщине. Да. Ну, это имеет какой-то отклик? Женщина благодарна обычно за такие подарки? Да, они благодарны, но и потом они вот долго думают, как-то ответить. Что подарить в ответ, да? Потому что в феврале тоже наш праздник, который они тоже потом ломают голову, как-то ответить адекватно, я могу сказать. Ну, вы знаете, вот, кстати, могу сейчас подсказать всем, кто еще не знает, как действительно отвечать на какие-то подарки или что приготовить к Новому году. Дело в том, что завтра в Гомеле, в городском центре культуры пройдет очень интересная выставка-ярмарка изделий ручной работы «Рождественские подарки». Это Гомельский клуб ремесленников «Шаровные подарунки». Вот таким образом традиционно включается в подготовку к новогодним праздникам. Именно на этой выставке поклонники декоративно-прикладного творчества смогут, ну, не просто полюбоваться какими-то зимними украшениями и аксессуарами ручной работы, но и приобрести понравившееся творение, чтобы, может быть, даже декорировать интерьер дома или офиса к Новому году. Ну, и, конечно же, сделать какие-то яркие подарки для своих друзей и близких. Ну, а самые любопытные, как обещают организаторы этого проекта, смогут даже поучаствовать в мастер-классе по созданию елочной игрушки. И напоминаю еще раз, что выставка-ярмарка состоится завтра, 21 декабря, в городском центре культуры в Гомеле. А в 5 часов вечера в городском центре культуры на Ириненской, 16 состоится праздничный концерт для всей семьи под названием «Новогодник». Как видите, дорогие друзья, очень такая прекрасная возможность отдохнуть субботним вечером под звуки любимых новогодних и рождественских мелодий. Вообще, кроме музыки, с легким паром, да, «Карнавальная ночь» для многих белорусов, мне кажется, это такой же символ Нового года, как и елка и салат оливье. Скажите, Николай Петрович, какие новогодние фильмы любят пересматривать главной киноман области? Мне очень нравится фильм «Страна чудес». Российская к обеде. Это одна из новых? Нет, это та из которых старых. А из новых вот сейчас идет полицейские с рулевки. Успели посмотреть уже? Да, замечательно. Полтора часа рот не закрывается. Смеешься, да? То, что надо перед Новым годом. Ну, я думаю, вот «Холоп» тоже на таком уровне будет. Комедия. Ну, а сейчас идет программа «Звездные войны», последний эпизод. И на экран мы выпускаем мюзикл «Кошки». Это настолько... Когда «Кошки» начнутся на экранах у нас? С 26 числа. Все вот так вот прямо перед Новым годом? Мы все такую... Делаем программу, где есть и «Звездные войны», и комедия, и мюзикл, и будет... И Иван Царевич. Это вообще классный мультфильм. Вот вы сами любите больше что? Комедии, приключения, фантастику, мультфильмы? Больше всего я люблю военные фильмы. Военные, да? Да, я их могу смотреть в день, два, три фильма. Ну, новогодняя афиша, по-моему, военную тематику не предполагала, да? По крайней мере, я не видела ничего. Нет, на Новый год мы пока не показываем. Так я просто, если вы спросили мои пристрастия, то мне очень нравятся фильмы о войне. Николай Петрович сегодня пришел не с пустыми руками. Для наших зрителей он принес пригласительный билет в кинотеатр Калинина. Это будет пригласительный билет на двух человек, да? На любой фильм, в любой день, я правильно понимаю, да? Вот, дорогие друзья, и на самом деле достаточно позвонить по телефону 34-22-43 и принять участие в нашем конкурсе. Ну, сегодня поговорим немножко о кино, поэтому вопрос будет такой. Какой белорусский художественный фильм в 2018 году выдвигался на кинопремию «Оскар»? Итак, 34-22-43, разыгрываем билеты в кинотеатр Калинина на любой день, на любой фильм, на любой сеанс, на двух человек. Напоминаю вопрос конкурса. Какой белорусский художественный фильм в 2018 году выдвигался на кинопремию «Оскар»? Ну, естественно, сегодня не случайно и вы у нас в гостях. На этой неделе мы 17 декабря отмечали 95-летие белорусского кино, белорусского кинематографа. У вас есть любимые белорусские киноленты или, может быть, режиссеры? Знаете, я с гордостью могу сказать, что у нас есть такие этапные проекты, кинопроекты, которые они завоевали любого многих и многих зрителей. Я назову вам это вот опять военный фильм. В августе 44-го Михаил Ташук сделал. Фильм «Иди и вспомни Л.М. Климов», который, ну, это просто затрагивает все наши... Но много военных фильмов снимает «Беларусь нефть». Вам не кажется, что это такое основное направление сегодня нашей основной белорусской киноиндустрии? Да, вот недавно был на экранах фильм «Черный пёс». Это приключенческий, да, боевик. Потом был какой-то мистический фильм «Упыри». Так, такое. У нас есть разное. Есть и анимация «Беларусьфильм». Но можно ли вы сказать, например, что на наших экранах больших, в наших кинотеатрах, сегодня часто показывают белорусское кино, учитывая, что, вот, вы знаете, последнее интервью, вот, слышала директора белорусской киностудии Карачевского, который сказал, что «Беларусьфильм» снимает в год, ну, приблизительно, там, 7 новых картин. По мере того, как они готовы к прокату, так мы договоримся о сроках и выпускаем на экраны. Вот одна-две в год. Вы можете вот так прикинуть? Где-то так, да. То есть немного, хорошо. Да, да. Те, которые имеют определенный успех у наших зрителей. Ну, я, например, с нетерпением жду премьеру «Купала». Сейчас об этом поговорим. Для начала давайте пообщаемся с нашим зрителем. Кто-то хочет выиграть билеты в кино, да, и устроить себе такие предпраздничные дни. Итак, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте познакомимся с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Виктория. Виктория, любите кино? Любите ли вы кино, как люблю его я? Кто говорил? Ну, вы уже прям цитируете тут нам всем молодцом. Ну что ж, давайте попробуем ответить на вопрос конкурса. Какой белорусский художественный, это самое важное, недокументальный художественный фильм в 2018 году выдвигался на кинопремию «Оскар»? Ваши варианты? Это полнометражный художественный фильм «Хрусталь». Правильно. И это, вы знаете, мне радостно, мне радостно, что наши зрители знают. Может, режиссера еще знаете, кто его создал? Нет, к сожалению, сейчас я не вспомню. Это молодой режиссер белорусский Дарья Жук. Ну что ж, спасибо, мы вас поздравляем. Вот, билеты ваши. Кинотеатр Калинина ждет на любой сеанс. На любой фильм, в любой день, на двух человек. Приходите и получите большое удовольствие от этой картинки. Спасибо вам большое за этот звонок, хороших вам выходных. Ну что ж, не могу не спросить про Купалу Владимира Янковского. Это наслухует новая картина у всех, такой национальный кинопроект о судьбе все-таки нашего, белорусского поэта Ян Купала. Вообще говорили, что премьера должна сначала была состояться 17-го числа, вот к дню белорусского кино. Сейчас говорят, что премьера будет в 2020-м. Что-нибудь вообще известно? Вот вы как, скажем, почти первоисточник. Да, вы правильно сказали, что премьера будет и будет в России. А у нас? Да. А потом уже у нас будет. То есть неизвестно, когда гомельский зритель увидит Купалу? Пока нет, пока сроки о том, но то, что этот фильм будет, это да, и все ожидают, какой он будет. Вы нас сориентируете заранее. Конечно, не непременно. И мы расскажем об этом обязательно нашим зрителям. Его надо посмотреть. Мне кажется, это просто действительно необходимо, даже интересно, очень любопытно. Из того, что я видела рабочие какие-то материалы, мне кажется, это очень должно быть достойно. Мне нравится, что это все-таки белорусский язык, во-первых. Но вы знаете, дорогие друзья, давайте посмотрим трейлер к этому фильму, который недавно появился в интернете. Купала. Неужого это саправдой было со мной. Что это? Земля. Это хлеб наш. Стало все только горш, а ли мы, мы не сдаемся и не сдамось о Николе. Разумеешь, Ясин. Скажите, а по-белорусску вы писать не спробовали? Да это же Заборонина. Тяжко было у мамы. У Симна, тогда было тяжко. Читать, писать я не умею. Не ходит гладко мой язык. Вот только вечно ору, сею. Бо я мужик. Дурный мужик. Дурный мужик. Дрэнь. Я какаю тебе. Панове, у Сараеве забиты эрстгерцог Фердинанд. Гэта война. Часть бывших попутчиков открыто ведет борьбу с советской властью. Работы предстоит много. Нужно арестовать руководящих партийных работников и деятелей культуры. Гэта наш аддин и шанец створи дяржаву. Подписывать будешь? Да нет. Да нет. Я категорически отрицаю свое участие в контрреволюционной организации. Извините. Вы начальник охраны. Не катуй себе. Ты выротовал жить и шмат, яким людям. Какой я выротовал, мама? Досведь. Ты поэт. Ты писал верши. Николай Петрович, скажите, пожалуйста, какая на ваш взгляд отечественная картина стала самой кассовой на Гомичне за последние несколько лет? Отечественная? Да, даже белорусское, нет, белорусское может быть кино. Ну вот «Черный пес». «Черный пес» все-таки имел успех. А вот помните в 90-е годы, меня зовут Орликина, совместный такой белорусско-российский проект. Более 40 миллионов человек его посмотрели. Вот как вы считаете, сегодня существуют такие фильмы? Потому что она была интересна, вот как будет судьба этого главного героя. Он пойдет в сторону, где есть сила, где грубая сила, или же станет таким парнем, которым более положительным, который будет искать свое счастье. Ну а почему сегодня... Полно говоря, движение вверх. Ну вот вы считаете, почему сегодня нет таких картин? Что все-таки не хватает? Ну вот не хватает такой динамики, не хватает... Надо сделать такой срез жизни нашего общества, молодежной среды, и увидеть, чем она живет. Показать им, куда они должны идти. Знаете, вот вы интересную тему затронули. Вот вы сначала сказали динамики, а потом срез, да? А вот вы за что в кино? За формой все-таки или за содержанием? Больше вот... Ну вот сейчас вот не как кинопрокатчика, а вот как... Когда я иду отдыхать просто, отдыхать каких-то там... Как зритель, вот вы... Как зритель. Я иду на форму. А некоторые вот фильмы, как движение вверх, когда после окончания сеанса зал встает и аплодисменты, так это... Там было и содержание, и форма. И когда это совпадает, так это имеет такой колоссальный успех. Мы показывали этот фильм пять недель. Скажите, вот в принципе можно определить, что фильм станет лидером проката, и часто ли не угадываете? Ведь мы же говорим про нашу аудиторию, про Гомель, Щену, Беларусь. Можно определить, когда знаешь, кто задействован из актеров, кто режиссер, кто оператор. Так это... Вообще фильм это коллективный продукт. Один не может даже режиссер сделать. Надо и оператор, надо и сценарий очень хороший. А у нас такая богатая история в Беларуси. Можно сделать замечательный фильм, как дико охота короля Стаха. Такой первый экшн. Да, такой с детективным таким вот... Короткевич, там вообще все сделано, все совпало. И получился такой замечательный фильм. Ну вот вы Купалу можете спрогнозировать? Как? Пойдет? В данный момент надо посмотреть. Да, одного трейлера мало, согласно. Да, это недостаточно. Надо посмотреть этот фильм, и потом сделать же какой-то прогноз. Я всегда-всегда хотела вам задать вопрос. Бывают случаи, что зритель просит вернуть деньги за билет, если фильм ему не понравился? Возможно, когда есть форс-мажор. Допустим, пропал свет. И вы можете вернуть за это деньги? Конечно, конечно. А если просто, но не понравилось мне кино, другое я ожидала. Не взял? Такое у нас не прописано, нет. Если есть технические какие-то моменты... То это, в принципе, причиной уже является, да? Вот тогда, да. А так нет. Ну, такого на моей памяти еще не было. Ну, вот еще интересно, какая вот общая тенденция посещения кинотеатров сегодня? Можно ли сказать, что, например, зимой посещают реже кинотеатры, потому что холодно, боятся, что замерзнут? Нет, у нас настолько комфортно, настолько такая уютная обстановка в кинотеатрах, что я уже говорил вам о том, что у нас в настоящий момент очень трудно попасть в кинозалы. У нас раскупаются билеты на все фильмы. Особенно на премьерные. Особенно на премьерные. То есть, дорогие друзья, идите в кинотеатры, не замерзните. В любом случае, Николай Петрович обещает, что там тепло и комфортно. И комфортно, да. Итак, хотелось бы еще затронуть тему января, потому что все-таки будут выходные дни, и неплохо было бы уже как-то сориентироваться. Какие кинопремьеры в январе? Может быть, повторите еще раз, да, я напомню. Да, в январе будут «Хищные птицы». Так. Это очень ожидаемый проект, так. Потом фильм «Вторжение Федора Бондарчука». «Мюзикл», как мы будем продолжать показывать. А дети что смогут посмотреть? А дети будут смотреть «Иван Царевич» и «Серый волк». Это вообще, это тоже... Это и взрослые могут посмотреть удовольствие. Четвертая серия, так. Но он успешно до этого шел на экранах. И мы продолжаем показ этого фильма. Спасибо большое, дорогие друзья. Напоминаю, что сегодня в прямом эфире строим план на выходные дни вместе с директором предприятия «Кинотавра» у нас в гостях Николай Старостенко. И, кстати, хочу напомнить, что в ближайшую среду католики будут отмечать Рождество в стране, официальный выходной день. А также это еще один повод, наверное, устроить такой культурный поход всей семьей, ну, например, в кино или, допустим... На концерт. Да, на концерт или в музей. Нет, на концерт Аллы Пугачевой. А, то есть в кино у нас сейчас и показывают концерт Аллы Пугачевой. Кстати, как проект вы приняли, гомельчане? Неожиданно очень имеет большой успех, потому что мы показываем вот эту версию концерта. Она идет полтора часа, и люди с таким восторгом смотрят этот концерт на огромном экране. У нас замечательный звук. Так, поэтому мы показываем и 21-го, и 25-го, когда на выходные. Поэтому приходите. Вот, пожалуйста, да, чем неинтересный культпоход. Или же культпоход в музей, дорогие друзья. Дело в том, что в Гомеле презентовали необычный выставочный проект, который называется «Экспериментус» или «Музей экспериментальных наук». Во дворце Румянцевых и Паскевичей представили приборы и устройства, которые демонстрируют разнообразные, удивительные явления природы. И каждый желающий сможет почувствовать себя на такой выставке настоящим исследователем такого многогранного мира науки. Все экспонаты можно не только видеть, но еще и трогать. Даже говорят, нужно трогать их руками. Ну и еще на выставке можно стать свидетелем оптических иллюзий. Согласитесь, такие чудеса под новый год, ну, как нельзя, очень даже кстати. Ну, единственное, чего, наверное, нам не хватает в этом декабре, это снега. И вот, вы знаете, этот пробел решили восполнить в Гомельском дворцово-парковом, опять же, ансамбле, где открыли выставку фарфора под названием «Белый как снег». Накануне зимних праздников музей покажет посетителям дворца Румянцевых и Паскевичей удивительные вещи из этого хрупкого материала. Вы знаете, прекрасная все-таки возможность вот в такое декабрьское время года согреться теплотой и очарованием белоснежного фарфора в нашем шикарном Гомельском дворце. Ну и еще один любопытный проект, о котором, ну, не могу просто не сказать, тоже предлагает дворец Румянцевых и Паскевичей в декабре. Это выставка археологических артефактов, которая откроется во вторник, 24 декабря, в центральной части дворца. Дело в том, что в этой экспозиции обещают представить результаты полевых исследований, которые проводили в последние годы на территории нашего региона археологические экспедиции не только нашего музея, Дворцового парка в ансамбле, но еще и Института истории, Национальной академии наук Беларуси и даже Государственного эрмитажа Российской Федерации. Вообще увидеть эти археологические артефакты во дворце Румянцевых и Паскевичей можно будет до 15 января. Вот мне интересно, Николай Петрович, а что вам нравится, кроме кино? Кроме кино, мне очень нравится автомобиль. Так, хорошо, по-другому задам вопрос. Вот если у вас будет возможность выбора, пойти, например, на выставку фарфора или, допустим, увидеть находки археолога, что предпочтете? Я бы пошел на выставку фарфора. Все-таки фарфор, да? А вот я что-то думала, что вас археологи заинтересуют больше. В свое время... Накопались, накопались, называется? Да, накопался, да. Скажите, ну, например, концерт фортепианной музыки способен поменять ваши планы? Да. Тогда вам будет интересна эта информация. Классика мне тоже очень нравится. Вот, вот смотрите, есть такой интересный проект в ближайшее время. Концерт фортепианной музыки Ирины Шумилиной. Он пройдет в Гомеле в четверг, 26 декабря в 19.00 во дворце Румянцевых и Паскевичей. Заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Шумилина подарит гомельским зрителям уникальную возможность насладиться высокими нотами фортепианного мастерства. Кстати, концерты Ирины Шумилиной, дорогие друзья, находят у слушателей самый живой отклик и восторженное признание ее таланта. Ну и в этот же день, в четверг, в 18.30 легендарные предновогодние шедевры прозвучат и на сцене Дворца культуры железнодорожников. Штраусгала, так называется, праздничный концерт Гомельского городского симфонического оркестра. Очень люблю проекты этого учреждения. Очень надеюсь, что сейчас в прямом эфире художественный руководитель и главный дирижер Мурата Суил расскажет нам подробности этого музыкального проекта. Мурат, добрый вечер, вы с нами? Еще мы не дозвонились Мурату. Ну что ж, будем надеяться, что сейчас Мурат появится. Мы его услышим, его голос появится у нас в эфире. Напоминаю, дорогие друзья, что по пятницам на Беларусь-4 в прямом эфире мы готовимся к выходным. И сегодня вот строим планы с Николаем Старостенко. Это руководитель предприятия Кинотавр у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, Николай Петрович, а как вы относитесь к цирку? И часто ли вы вообще ходите на представления? Ну вообще цирк это вообще сказка. Это фантастика, это вообще искусство такое, которое... Я когда бываю в цирке, так, я все думаю, как это им удается. Я бы вот... Я не могу так это сделать, так. Я всегда восхищаюсь тем, как они и под куполом, и на манеже. А какой номер цирковый вам нравится больше всего? Ну, гимнастки, клоуны. Мне гимнастки нравятся. Гимнастки нравятся. Скажите, а если бы у вас была возможность задать один вопрос клоуну, вот о чем бы вы его спросили? Как они умеют так создавать другой образ? Вот он идет по улице, я вижу, идет там Николай, или Олег, или что, и вдруг раз на арене он совершенно дорогой, и он тоже такое там вытворяет. То есть вы хотите, чтобы клоун вас этому научил, да? Да. Хорошо. Я всегда тоже могу сказать, не понимаю, как это делать. Это тоже искусство. Я думаю, что у вас сегодня будет возможность задать свой вопрос клоуну. Это такой небольшой сюрприз для наших зрителей, но сразу после телефонного звонка. Мы дозвонились Мураду Асуилу, еще раз напомню, художественный руководитель и главный дирижер симфонического городского оркестра у нас на связи. Мурад, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, Гомель. Очень рады слышать вас. Я знаю, что вы сейчас находитесь в Минске. Ну, расскажите, как столица вообще готовится к Новому году? Ну, все очень празднично, все горит. Уже 20-й год на пороге, поэтому все ждут. И все ждут снега. Я надеюсь, что все-таки снег появится. И мы будем бросаться снежками под новогодними елками. Так и будет, Мурад, уверена даже. Вы знаете, а гомельчане ждут не только снега с нетерпением, но еще и новогодние шедевры в вашем исполнении. Расскажите нам подробнее о концерте. Абсолютно верно, потому что это последний концерт уходящего года. И он обещает быть ярким, зажигательным и незабываемым. Что мы будем исполнять? Ну, конечно же, Штрауса. На Новый год всегда играем Штрауса. Это большинство его шедевров. Это польки, вальсы, галопы. При том, что самые известные исполнит оркестр. Будет танцевать заслуженный коллектив Ирины Ветровой, Апельсин. Так что всех-всех ждем. Спасибо большое. Мурад, вы знаете, у вас есть такая уникальная возможность поздравить сейчас всех гомельчан с наступающими праздниками. Дорогие гомельчане, я вас очень-очень люблю. Всегда с большим трепетом приезжаю в Гомель и жду на концертах городского симфонического оркестра. Я желаю вам в наступающем году крепкого здоровья, позитива постоянного, чтобы вас радовали близкие, окружающие, чтобы у вас всегда было приподнятое настроение. И всего вам самого-самого наилучшего. Мурад, спасибо вам большое. Всегда рада вас слышать и видеть в этой студии. Дорогие друзья, Мурад Асуил только что рассказал нам о ближайшем концерте гомельских городских оркестров. Ну, я вот так вот быстренько во время разговора перешла с одного дивана на другое кресло. Дело вот в чем. Николай Петрович, обещанный сюрприз. Я хочу пригласить в нашу студию еще одних участников. Давайте позволим им присоединиться к нашему разговору. Ребят, заходите, пожалуйста. Я пока представлю. Алекс и Белла Червоткины, представители одной из самых знаменитых цирковых династий. Обладатели наград на престижных цирковых фестивалях. Да, вот так. Вы прям с подарком к нам приехали. Да, очень приятно было слышать слова. Во-первых, в костюме. Да, мне тоже. В костюме. Ребят, присаживайтесь. Мы прямо с работы. Сразу с представления. Это дорогого. Дорогого стоит. Что в подарке? Не могу не спросить. Это будет сюрприз. Мы это откроем где-то под финал. Главное, не забыть. Я уже разволновалась. Вы знаете, какая штука? Я не хочу. Я хочу создать интригу. Это то, чего до сих пор гомельский зритель никогда не видел на манеже цирка. Ну и как бы все. Вот это вот такая штука. Ну хорошо, мы ждем. Вы очень заинтриговали и зрители, и нас тоже. Давайте в двух словах. Как гомельчане воспринимают? Как проходит выступление? Что такое Новый год по-гомельски и с вашим участием? Расскажите. Ну, во-первых, мы привезли в Гомель, сделанную специально для гомельского зрителя. Ну, это не новогодняя сказка, будем говорить, а такое новогоднее шоу. Участники шоу очень титулованные. Помимо нас, у нас есть представители зарубежья, ближайшего и дальнего, Китая, России, Украины. Обладатели самых престижных наград, как вот, допустим, в кинематографе есть Оскар. У нас в цирке тоже есть Оскар. Монте-Карло, да? Монте-Карло, да. У нас есть не только призер. Мало зрителей знает, что такое Монте-Карло, но Оскар знают все. Это вот наш цирковой Оскар. Цирковой Оскар. У вас есть такие награды? Да, у нас есть золотой Оскар, у нас есть бронзовый Оскар, у нас есть номинанты на Оскар, в том числе мы. То есть, очень такая звездная программа, очень звездная программа. То, что будет происходить на Манеже, сделано специально, это нигде никогда не было. Это родилось в голове вот этих вот двух людей. Так? Да, да, да. То есть, это все ваше? Ну, как бы с легкой подачей нашего продюсера, с легкой корректировкой нашего замечательного гомельского директора Якова Михайловича Лобовича, который как бы открыл гостеприимно совершенно двери и для нас, и для нашего творчества, для наших мыслей, для нашей новизны. И, в общем, я надеюсь, что это будет необычно. Все секреты не раскрывайте, пускай придут наши зрители обязательно на представление. Кстати, дорогие друзья, у нас есть уникальная возможность сейчас, вот прямо сейчас, в прямом эфире разыграть два билета на одно из ближайших новогодних цирковых представлений. И я объявляю вопрос нашего конкурса. В каком советском мультфильме... Гости в студии, к сожалению, не участвуют в розыгрыше. Я уже вижу, да, вы уже приготовились отвечать. Итак, в каком советском мультфильме жена послала мужа за елкой, а с ним случились всякие чудеса. И, кстати, подсказка, многие реплики этого мультфильма превратились в народные поговорки. Дорогие друзья, 34-22-43, мы ждем ваши варианты ответа. Разыгрываем два пригласительных билета на новогоднюю цирковую программу в Гомельский цирк. Ну, а вы на новогоднюю программу еще не ходили в цирк, да, Николай Петрович? Пока нет. Собираетесь? Да, обязательно. Ну, вот смотрите, какая уникальная возможность. Спросите сами наших клоунов, Александра и Белла. Наши гости могут сделать такую интригу на этого похода. Ну, это как бы мы, но он совершенно другим. Ну, неважно, мы показываем, какие вы бываете. Да, вот какие мы бываем. Мы очень сильно вот это вот такие мы. А вот Николай Петрович спрашивает, вот как вам удается быть в жизни обычными, а потом хоп и перевоплощаться на сцене? Как вы это делаете? Да, это вообще сандар и талант. Это, как говорил Юрий Владимирович Никулин, невозможно научить клоуна. Можно научить акробата, гимнаста, дрессировщика, иллюзиониста, манипулятора. Вот что самое сложное, это все труд. А клоуна научить невозможно, клоунам надо родиться. Мне, у меня шансов не было, я родился в семье клоуна. В семье клоуна. Папа мой династийный, очень династийный артист цирка. Многие поколения, в том числе, там, Дуровы, Филатовы, Корниловы, это все как-то, его каким-то образом касалось. Корниловы и Филат, да. Вы знаете, какая штука, я понимаю, о чем вы говорите. Не было шанса, в тот момент шансов не было, потому что клоунов, хороших клоунов в России было меньше, чем космонавтов. Клоунов тоже было немного. Да, их тоже было немного, но их было около ста человек, имена которых практически знали все. Клоунов было хороших очень мало. И тем более, если ты говорил, что ты работаешь в цирке, это была такая престижная профессия в советское время. Цирк, балет и спорт, это три вида искусства, которые зарабатывали большое количество... И кино, и кино. А, кино, наверное, да. Зарабатывали большое количество валюты для советского государства. И как бы путь-дорожка, она лежала изначально. Ты родился в семье династийных и уже продвинутых профессионалов, и, естественно, они тебя старались в этом направлении двигать. Кто же осудит родителей? Скажите, Белла, Александр всегда такой харизматичный в жизни или только на сцене? Я хочу услышать и ваш голос. Поговорите с нами, Белла. Ну, вы знаете, я, так как мы живем почти 30 лет вместе... У вас такой семейный дуэт, ко всему прочему вещью. Ну, зародился наш дуэт не так давно. Мы живем, да, как бы живем мы уже... У нас уже внучка родилась. Да, мы старенькие, ребята. Ого! Слушай, вы в гриме, я бы не сказала! Да мы и без грима. Да, у нас внучки, да, полтора года. Вот Александр, он в жизни такой же веселый, харизматичный? Да, наверное, если бы он не был таким, я бы не вышла за него замуж. Ну, конечно, иногда бывает дома, когда нужно... Этим вас покорил, да? Вот своим настроением постоянно. Ну, это была одна из фиш. Он всегда такой легкий в общении, он всегда шутит. Но дома бывают моменты, конечно, когда нужно расслабиться. Мы иногда садимся... Так как мы 24 часа проводим вместе в течение уже вот этих всех лет, мы иногда просто по разным комнатам расходимся, и так, чтобы просто помолчать. Просто помолчать. Просто помолчать. Вот вам ответ на вопрос, на ваш вопрос, Николай Петрович. Мне кажется, он просто не выходит никогда из образа, и, наверное, да. Вы знаете, нет, образы-то совершенно разные. Вот этот образ, он такой немножко... Я вот играю главного министра 30-го царства. Ну, соответственно, это она сейчас так оделась. А на самом деле она выглядит у меня как гадкий утенок. Я вот хочу, Белла, вы скажите, вы 31-го еще здесь же, да? Да. Да, я хочу попросить у вас на новогодние корпоративы вот бусики и вот это платьишко. Ой, пожалуйста, Шанель. Шанель, Шанель, да, да. Ну, Шика, ну, спасибо, что не отказали. Да, шляпка все это. Единственное, мне придется немножко сбросить. Но, ребят, у нас телефонный звонок, кто-то хочет сходить в цирк и хочет выиграть наши... Да, вот билеты, два билета, напоминаю, разыгрываем на новогоднюю программу в Гомельский цирк и напоминаю вопрос конкурса. Итак, в каком советском мультфильме жена послала мужа за елкой, а с ним случились всякие чудеса? И напомню, что многие реплики этого мультфильма превратились в народные поговорки. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, давайте познакомимся. Никита. Никита, цирк любите? Да. А мультфильмы? Мультфильмы тоже люблю. Итак, в каком советском мультфильме жена послала мужа за елкой и с ним случились всякие чудеса? Ваш вариант. Это мультфильм «Падал прошлогодний снег», как мне кажется. Ну, мы вас поздравляем, да, вы наш победитель. Никита, скажите, а может быть вы знаете какую-то самую популярную народную поговорку, которую народ потом просто взял из этого мультфильма и сегодня часто употребляет? Если мне не изменяет память, это фраза «маловато будет». Маловато будет, все правильно. Никита, мы вас поздравляем. Вы еще и наш победитель ко всему прочему. Спасибо большое за звонок, хорошего вечера, хороших выходных. По поводу, просто продолжить по поводу того, как мы перевоплощаемся, это довольно-таки сложная штука. Нужно обязательно распределять, где ты живешь, где ты реально находишься и где ты находишься в нереале. И потому что, да, и это такая вещь, ты долго очень смотришь на себя в зеркало и тебе нужно обязательно распределить, кто ты, а кто второй, тот, для которого ты трудишься всю свою жизнь. И тут главное не принести второго домой, тогда уже это... то есть это начинается легкая такая шизофрения, потом это к доктору, да. Вы сейчас серьезно говорите, что можно действительно вот это все перепутать? У нас бывает. Мы иногда, когда мы делаем новый репертуар, новые номера, так скажем, новые образа, мы должны в них вжиться. У нас есть одни образа, где я играю уборщицу, а он... Не уборщица, а хаускипер это называется так. Ну, уборщица. Ну да, в отеле уборщица. А я такой был бой с этим чемоданом. Перебивай. Окей. Так. И мы видим какой-нибудь предмет, и мы начинаем, на улице мы начинаем обыгрывать этот предмет. Представляете, что у нас люди вообще думают, что они думают, что мы делаем. Они просто могут нас принять за ненормальных. Они понимают. Мы совершенно нормальные люди. Мы просто представили этот предмет в нашем номере. И тут же пришли какие-то мысли, его бы играть. Вам это так нравится, мне кажется. Вот я смотрю на вас, да. Ну, опять же, должна быть грань. А то так могут и забрать. Абсолютно, абсолютно. Если не будете искать, это у вас не будет получаться. Поэтому вы всегда, вот могу сказать, 2-4 часа в сутки вы в этом. Этим и живете. Даже когда на вас нет костюма, вы все равно, я думаю, в работе. Спиться очень плохо. Спиться очень плохо, особенно когда ты участвуешь в творческом процессе. Творческий процесс имеет такую особенность, не получаться. Ага. Значит, я обязательно схожу на ваше выступление. Вы довольны каждый раз после вашего выступления? Вы пришли после выступления? Вы довольны? Нет. У нас разборка такая кровавая дома. У нас разборка полетов постоянно. Но если этим не заниматься, это как бы уже остынешь. А нельзя остывать. Вот Николай Петрович, наверное, по этому и уровень такой. Ребята, кстати, они не называют себя клоунами, не разрешают себя так называть. Вот я с Александром беседовала по телефону. Они называют себя, знаете, как участники комического дуэта. Шоу, комического дуэта. Они комического дуэта. Шоу. Идет шоу. Притом это мастерство. И оно видно, это труд. Это видно труд. Смотрите, сейчас побежит цирку. Вот попробуйте. Да, уже готов. Сейчас закончилось, завтра в два часа. Ребята, я хотела спросить, а вот как клоуны вообще относятся к кино? Вот, Александр Белла, есть ли у вас какие-то любимые фильмы? Мы обожаем кино. Я вам больше скажу. У меня родители, выпускники ленинградского алгитмика. И папа снимался в голливудском фильме «Вайрос». И он снимался в русскоязычном, правда, фильме, который снимался в Америке. Гражданин. Собака. Гражданин Мавзик. И в Риге играл главную роль на рижской киностудии в 90-м году. Это назывался фильм «Собака, которая умела петь». Это по Джеку Лондону. И вот папа играл там главную роль. Мама, ученица Товстоногова, тоже снималась в каких-то фильмах. В том числе. И, в общем, даже я в Белоруссии очень... Уже сняли? Нет, это был «Я был маленький». «Я был маленький» назывался. Либо «Денискины рассказы», либо «Приключения Дениса Кораблева», когда Денис приходит в цирк и попадает в руки клоуну, с которым он летает. Вот клоун, который летает, это мой папа. А Дениску дублировал я. Да вы что, так вы у нас на Белорусске практически имеете отношение к Белорусскому генематографу. Я тогда учился на первый класс. Не зря вы подошли сегодня. Приятно, приятно. Да вот как-то это совпали за звезды. Ну а у вас есть такая традиция в семье, например, смотреть накануне Нового года вот эти новогодние советские фильмы? Учитывая, что вы все-таки в Америке более 20 лет живете. Вы знаете, смотреть фильмы на Новый год у нас не получается, потому что, как это обычно бывает, великая традиция артистов цирка и шоу-бизнеса, мы Новый год встречаем либо на сцене, либо рядом сцена, либо прямо вот закончили перед этим. И поэтому идет какое-то приготовление. И вот либо, когда это большой такой чос, он называется, когда там около 80 спектаклей за вот этот вот новогодний сезон, то ты, конечно, какое отмечание Нового года, так чисто символически посидели и разошлись. Но у нас есть сумасшедшая традиция в цирке. И все цирковые отмечают Старый Новый год, потому что елки заканчиваются, и ты можешь расслабиться. Да, 13 числа, 12-13. Плюс это 13 число, число 13, это магическое для цирка, 13 метров магическое. Да, да, да. И это как бы наше сердце. Было бы вопрос. Да, когда-то, да. Вот действительно, это очень интересно. И, кстати, артисты, которые приходят часто в эту студию, они говорят, что для них Новый год, да, наступает именно 13-го числа. 13-го числа. Ребят, но вы вот уже больше недели, да, в Гомеле? Да. Уже успели так осмотреться, погулять где-то, что-то так, примечательности какие-то? А мы не первый раз в Гомеле, мы второй раз. А, ну второй. Мы были... Мы были здесь 5 лет назад. У нас был очень большой сюрприз. Мы сели в поезд. Наш город изменился к лучшему. Не можем сказать, потому что творческий процесс, как я сказал, он не останавливается. Мы начали на прошлой неделе. По городу мы еще не ходили. А что вы начали рассказывать? Вам понравится. Мы сели в поезд, Москва, Гомель, и проводница, которая была в нашем вагоне, она говорит... В 11-м вагоне. В 11-м вагоне. Она говорит, а я вас помню. Вы что? Мы такие, да ладно. Она говорит, да, вы 5 лет назад у нас в цирке работали, выступали, она сказала. Но как бы у нас есть другие образа, которые не узнать невозможно. И сейчас мы в других. Но для нас было такое удивление, 5 лет прошло, а люди помнят. Я была в шоке, если честно говоря. Ну, это приятно для вас. Да, это было приятно. То есть вы в городе еще не успели нигде побывать. Вот мне просто интересно, знаете, почему спрашиваю, а как вообще перезагружаются клоуны, вот, кроме того, что вы расходите по разным комнатам. Как отдыхаете, когда есть, поотносятся к людям? Вот человек играет в гольф. Так. Вгомили в гольф. К сожалению, но, опять же, Яков Михайлович Лобович, наш директор, в прошлый раз, когда мы были здесь 5 лет назад, он, по нему, мы говорили, что нужно расслабляться. Он мне подарил гольфовую клюшку для пата. Ну, это самый финальный удар, когда... Маленькая, маленькая. Интерьер. Интерьер, да. Вот сейчас я делаю дизайн в нашем гостиничном номере для Нового года. О чем вы говорите? Вы делали дизайн в гостиничном номере, да? А мы еще об этом не знаем. Я такое первый раз слышу. Да, еще гостиничный, еще об этом не знаю. Повезло в нашему цирку. Было. Да, приехала, было и делала дизайн. Для Нового года. Ну, надо же как-то жить. Было. Но вот эти костюмы, это тоже все ваше, да? Все наше. Нет, 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 нет. Это у нас есть специальные дизайнеры, которые делают нам костюмы, шьют. Вот, нет, это не мое. Мое дизайнеру, это шляпка, вот это все и носик. Я, наверное, и на корпоратив носик у вас попрошу тоже. Почему бы и нет? Это же отличится как-то. Ребят, я хочу... Мы сами придумываем себе вот такой образ. Образа сами просим, да, рассказываем, что мы хотим, какой образ, и они воплощают. Мы, конечно, много отметаем, много прибавляем, но это совместная работа. Я, вы знаете, хочу, чтобы наши зрители, те, кто еще не был в цирке, посмотрели хоть небольшой фрагмент вашего выступления. Как же вы удивляете? Давайте посмотрим, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, я даже не хочу встревать, здесь идет полное обсуждение циркового номера, да. Я вот боюсь, чтобы Николай Петрович до конца эфира просто не убежал в цирк, но понравилось, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делит советами, да, у нас же как бы Новый год на носу. Анна пишет, что будет украшать дом. Антон по субботам встречается с друзьями, смотрит футбол и играет в настольные игры. Я так понимаю, это какие настольные игры, вот вы, например, знаете, Николай Федорович? Шашки, шашки. Я знаю, ну, какие. Карты. Я думала, это будет последним. Шашки, шашки. А сейчас огромное количество всяких монопулей слышали. Морской бой. Морской бой, да, замечательно. Бутылочка. Это шутка, да? Ну что ж, ну замечательно. Сколько много идей, идей для выходного дня. Ирина предлагает пересмотреть любимые новогодние фильмы. Ну, Алина собирается отоспаться в первую очередь. А вот у Натальи старая добрая традиция в семье – петь под караоке. И пишет, что такой вот все-таки отдых очень быстрый, ну, очень надолго запоминается. А вот какие новогодние традиции есть в вашей семье, ребята? Именно новогодние. Ёлка. Где бы мы ни были, у нас всегда живая ёлочка. Она может быть маленькой, большой. Ну, у нас, кстати, уже открылись с вчерашнего дня базары ёлочные. А я не могу найти 22-го нам сказали. Нам сказали 22-го. Да, ну, может быть, я что-то ошибаюсь. Вы, то есть, ещё не купили, не можем найти ёлочку. Значит, на Прутковском рынке будет обязательно, возле вокзала будет обязательно ёлочный базар. Так что ёлка, я так понимаю, всё-таки будете с ёлкой. Будет, соответственно, у меня уже гирлянда. В каждом районе будет ёлочный базар, да? Да, базар. И вы… Где бы мы ни были, пальмы растут, мы обязательно найдём ёлку. Обязательно. Это вот это вот. Ну, если не ёлку, то хотя бы три веточки, чтобы они живые были. Чтобы пахло нашим домом Дед Морозом. И украшаете всё как бы сами. Всё сама. У меня уже везде огонёчки висят, у меня уже дизайн на лампах, у меня уже всё. Дизайнер. Да. Сейчас ещё осталось ёлочку. И всё, и красота. Ну, замечательная традиция. А салат оливье будете делать? Нет. То есть такой традиции нет? Тут всё-таки видно, что вы давно-давно живёте в такой стране. Вот это интересно. А что на столе? Что Бог послал? Да. Ну, так, в принципе, мы не… Мы кулинарии, мы очень любим готовить, но мы любим готовить какие-то такие вещи. Вот я, допустим, люблю перепелов. И готовлю их великолепно, очень хорошо. Скажите, поделись с рецептом. В принципе, никакого рецепта нет. Главное – процесс обжаривания. В принципе, жарить на сковородке перепела не имеет никакого смысла. Потому что это будет очень сухо. Это печь. Надо печь. Но для этого лучше использовать тефлоновую печь, где ты без всяких масел, без ничего, в собственном соку. Готовишь, весь жир стекает. И, конечно, это получается. Это как цыплёнок табака, только безумно мягкий и безумно вкусный. Я вам советую. Это вот такие вещи. Александр давно не пробовал перепеловни, ел в своём рецепте. Не только что, только что, только что. Я же так аппетитно рассказываю. Это неплохое новогоднее блюдо, я вам хочу сказать, для тех, кто просто первый раз будет это пробовать. Почему бы нет, согласитесь, да? Ну, я так поняла, кулинария Александра в семье. Нет, не всегда. У меня украинский борщ от его бабушки. Это я буду приходить в гости, накормлю украинским борщом. У нас, да, у меня, да, украинский борщ по рецепту не надо. У нас как бы мясо, я делаю мясо, а всё остальное, я, кстати, одна из причин, почему я сделал предложение Белле, потому что так как она сервировала стол, это было... Неважно, какой на вкус был продукт, но выглядел он просто потрясающе. И понимание, и искусство. Ну, это да, это... Даже вот на тарелке, когда еду, кладу, и мне надо, чтобы было всё аккуратненько, красивенько. Здесь горошинка, здесь листочек, здесь базилик, ещё цвет добавить. Вот именно поэтому, наверное, получаются такие замечательные, такие интересные репризы. Если бы не клоун, если бы, ну, я даже клоуном не хочу вас называть, да, вот если бы не это, то тогда что, дизайнер? Да, да, я уже думала, может быть, мне какие-то курсы закончить, потому что у меня нет никакого образования. Ну, вот я думаю, что есть такое вот интуитивно, да, и красиво получается. У меня есть вкус, да, есть вкус, и очень, откуда мне эти мысли приходят, все идеи. Вот, ещё раз убеждаю, что многие говорят, что клоуны на самом деле люди скучные в жизни, ничего подобного, дорогие друзья. Или это так костюмы заставляют их так себя вести, или они на самом деле... Это мы ещё скованные, потому что костюмы... Потому что у неё бренчат волосы из-за микрофона. Где, 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 где... Нет, подождите, я вот хочу задать свой вопрос. Вот вы же, Николай Петрович, задавал свой личный, вот теперь я личный. Как развеселить грустного человека? Вот очень-очень грустного-грустного. Вы знаете, какая штука? Специального рецепта для этого нет. Скорее всего, что очень грустный человек должен прийти в компанию. Он должен посетить большое какое-то общественное зрелище. Цирк, театр комедии, может быть, какой-нибудь концепт группы «Ленинград». Не знаю. Да, да. И тогда это общая эйфория. То есть как бы какого-то рецепта для каждого человека не существует. Я вот, допустим, в свою очередь очень комплексовал по поводу того, что моя внучка, и как дедушка, профессиональный клоун, что я должен сделать для того, чтобы она засмеялась. И я ее рассмешил. Я ее рассмешил на полном серьезе. Я делал специально для нее номер под музыку. Такую очень странную. Мне было интересно, как моя внучка отреагирует. И она внимательно следила за мной секунд 15 за тем, что я делаю. А потом начала дико хохотать и повторять за мной эти движения. Говоря, что девочке в это время было год и два месяца. То есть у меня было такое облегчение. Можно же слышать, конечно. Да, такое облегчение. После этого я стал, конечно, самым любимым человеком. И я покупил ее. Моя любимая дедушка. Да, но, как бы, возвращаясь к этому, рецепта нет. Единственное, что если вы грустный человек, если вам хочется стать веселым, если вам хочется развеселиться и поправить свое настроение, идите туда, где много людей. Вам там обязательно развеселят. Например, в Комиевский цирк, дорогие друзья. Да, на Берегу. Там сейчас действительно идет уникальная программа. Я не могу больше ждать. Я вообще человек нетерпеливый. Если я вижу коробочку с бантиком, очень хочу ее открыть. Значит так. Итак, подарки. Подарок. Новогодние подарки. То, чего никогда не видел по нашим, было исследование, исследование, ничего никогда такого не видел Гомельский цирк. Раз, в таком объеме, как мы показываем. И плюс, гомельчане ждут этого с нетерпением, и этого нет. Ребята, это снег. Ой, у нас. Это снег. Это снег. Ребята, слушайте. Это снег, это снег. Ну что ж, новогодняя. Это топена, это топена, которой мы обливаемся. Ее много. Ребята, хотите пены? Да, конечно. Держите, держите немножко снега. Да, дорогие друзья. Снега чуть-чуть вам. Снега чуть-чуть вам. На добром вечере снег. Я уже как сегодня вся в снегу была. Держи, держи. Всем снега. Всем снега. Спасибо. Спасибо, Александр. Замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот давайте улыбнемся в эту пятницу вместе. Тем более, как видите, мечты сбываются. И поверьте, не только на добром вечере, но еще и в гомельском цирке. Еще одно удивительное выступление, чтобы вы все-таки поверили нам. Алекса и Беллы. Прямо сейчас на Беларуси 4. Давайте посмотрим. Алекса и Беларуси 4. Алекса и Беларуси 4. Алекса и Беларуси 4. Алекса и Беларуси 4. Дорогие друзья, увидеть не только этот номер, но и другие не менее увлекательные можно в эти дни в Гомельском цирке. Напоминаю, сказочное шоу «Новогодние чудеса в 39-м царстве» идет в эти дни. Такое замечательное представление, которое, кстати, будет идти в цирке на Манеже до 12 января. Вот так быстро как-то пролетел. Добрый вечер. Что пожелаем нашим зрителям накануне новогодних праздников, Николай Петрович? Я хочу пожелать, чтобы наши зрители получали огромную порцию, хорошее настроение в наших кинозалах и в канун Нового года, и в следующем году. Приходите к нам, мы вас ждем. Спасибо большое. Ребят, что пожелаем нашим гомельским зрителям в канун Нового года праздника? Много позитива в следующем году. Здоровья, счастья, смеха, любви. Самое главное, любите друг друга и смейтесь над собой и над окружающим. Смех продлевает жизнь. Да, продлевает жизнь. Дорогие друзья, а я хочу пожелать нам еще немножечко снега, да, потому что все-таки это чудо, в которое хочется верить. Подождите. Ну и, конечно же, с наступающими. Хороших выходных. Ну а мы пойдем в снежки играть, я так понимаю, прямо сейчас. Это был еще один добрый вечер, Гомель. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok